Приветствую вас! И сначала попробуем перейти к ситуации, которую вы описываете немножечко с другой точки зрения. А именно, что было бы, если бы вы не получали удовольствие от секса с мужем и, соответственно, не удовлетворяли свои потребности? Что было бы в этом случае? Вы были бы не удовлетворены, вы были бы в нервном состоянии, вы не были бы счастливы и у вас не было бы наслаждения жизнью. Вряд ли вы могли бы нормально воспитывать ребенка в таком случае, в таком состоянии, потому что, по сути дела, не будучи счастливы, вы не сможете сделать счастливым ребенка. И с мужем у вас вряд ли было бы все гладко, потому что, опять-таки, вы не реализуете все свои потребности в этом случае. Да, вы были бы женой, да, вы были бы матерью, вы были бы коллегой по работе, но не были бы женщины. Женщины. Женщины в полном смысле этого слова. И вы нашли свой способ добиться того, что вам нужно. Является ли это всем-то плохим? Видите ли, с моральной точки зрения, наверх. Но моральная точка зрения здесь довольно условно, потому что обществу важно только, чтобы вы создали семью, ячейку, чтобы общество двигалось дальше. При этом, его мало волнует, что вы делаете, если уже создали ячейку, ячейку семьи. Поэтому, а винить себя за то, что вы изменяете мужа только потому, что вы хотите чувствовать себя женщиной, и этого муж вам не дает, неправильно. Неправильно потому, что мужчина-то отчасти сам виноват в том, что вы не получаете удовольствие от интимных отношений с ним. И если бы его по-настоящему сильно это бы волновало, то он бы делал что-то, чтобы развивать эту сферу, чтобы помочь вам получать удовольствие, но он ничего не делает. Полагаю, вы сами это прекрасно понимаете, что мужчина, да, относится к вам нежно, да, любит вас, да, старается, но недостаточно, чтобы вы получали с ним удовольствие. И это означает, что мужчина также повидит в том, что с вами произошло. Вам нужно свои желания удовлетворять? Нужно. Если их не удовлетворять, это будет уредить вашему здоровью. Соответственно, то, что вы делаете, является правильным. Но! Но! Момент здесь такой. Во-первых, то, что вы чувствуете, корнями идет из вашей скромности и романтичности в детстве. В детстве, в молодость, в подростковый период, когда вы были очень наивной девочкой, романтичной и считали, что у вас будет хорошо все. Но жизнь, она диктует свои правила. И ваша основная проблема в том, что вы удерживаете ту схему состоятия мира, которая была у вас тогда, и пытаетесь применить ее в настоящем моменте, тогда как она явно не приспособлена для того, чтобы приносить вам сколько-нибудь положительный эффект от нее. Конечно, у вас всегда были противоречия. Со одной стороны, вам хотелось бы, чтобы ваши отношения были идеальны. Но таковых нет. И вы сами в этом убедились. Убедились в том, что нет отношений, идеально удовлетворяющих бы вашей потребности в целом. Всегда есть что-то, чем приходится жертву. И один человек готов пожертвовать всем, а другой человек нет. И вы оказались не готовы пожертвовать своими желаниями. Хорошо это или плохо, мы здесь не судьи. Судить вас мы не будем. И нет такого понятия, как хорошо или плохо. Есть понятие нравится, не нравится и личностный выбор. Вы свой выбор сделали. Вы идете по пути удовлетворения своих желаний. При этом уделяя много времени, энергии и сил своей семье. По сути, вы ведете себя так, как ведет себя личность, как ведет себя осознающий человек. Понимающий, что без удовлетворения собственных желаний нельзя удовлетворить желания других людей. Если не будешь счастлив сам, не сможешь сделать счастливыми окружающих. Вот момент, который вам нужно понять. И поскольку мы с вами сейчас понимаем, что в мире нет идеальных отношений, всегда есть какие-то минусы, то вам по сути предстоит делать выбор. Выбор между своим благополучием и благополучием своей семьи. Вы этот выбор делаете так, что не страдает никто. Ни муж, ни вы, никто, ни дети. Значит и проблемы нет. Да, вы мужчине своему изменяете. Но любой осознающий себя человек понимает, что если близкий ему не получает всего, чего он хочет, то рано или поздно он ищет, будет искать это там, где ему могут это предложить. И то, что ваш мужчина не задумывается о том, что вы можете не получать оргазм, например, что вы можете не получать удовольствие от секса с ним. Это его проблема. Может быть вы им симулируете удовольствие, тогда это стоит приходить. То есть нужно, не прерывая связи с вашим любовником, который позволяет вам быть спокойной, умиротворенной, гармоничной, чувствовать себя полноценной. Нужно постепенно показывать вашему мужу, что вы, в общем-то, недовольны тем, как выстраиваются ваши интимные отношения. Показывать ему, что вы не удовлетворены. Может быть он этого не понимает. Так бывает. И тогда, если он вас любит, он начнет что-то делать. Он начнет как-то менять свое отношение к вам. И вот тогда, вполне возможно, вы станете получать с ним удовольствие. И получая с ним удовольствие, у вас уже не будет нужды для того, чтобы изменять ему другими, потому что вы будете удовлетворены. Еще важный момент заключается в том, что своего мужа вы уважаете, любите, цените и так далее. А любовника используете как средство. И вот эти принципиально разные качества, в которых вы видите мужчин, тоже немаловажно. Нельзя сравнивать любовника, которому вы испытываете явно только плоское влечение, с вашим мужем, с которым у вас духовная близость и дружба. Это совершенно разные вещи. Но, чтобы сохранить брак и защитить его от разрушения и обмана, нужно постепенно направлять вашего мужа в ту сторону, где он показывает себя слабым. И смотреть на то, будет ли он стремиться к тому, чтобы сделать вашу интимную жизнь той, какой вы хотите. Если нет, то хорошо. Мы не будем на мужчину давить, не будем от него требовать того, что он дать не может. Но это, в свою очередь, развязывает руки вам. Потому что вы вольны тогда, не получая чего-то от своего мужа, получить где-то в другом месте. И нужно перестать нести ответственность за то, что не является таковой. Вы считаете, что вы виноваты в том, что происходит. Но в действительности, в действительности, давайте приведем такой пример. Вы хотите есть, и мужчина вам не дает еду. Естественно, вы голодный, вы испытываете очень большой дискомфорт, очень сильный дискомфорт. Вы будете искать еду там, где можете ее получить. Секс тоже сам. Без каких-либо ограничений, поблажек и так далее. Это также та же самая потребность. И вы удовлетворяете эту потребность в силу своих природных особенностей. Так же, как удовлетворяет ее ваш муж. Но у вас разные темпераменты. У вас есть определенные особенности, которые не позволяют вам получать удовольствие с мужем. Соответственно, вы получаете его в другом месте. И это абсолютно нормально. Вы берете на себя ответственность в том, что не является ею. И это говорит о сомнении в себе, о неуверенности в себе. Чувство вины продиктовано нежеланием взять ответственность за что-то действительно важно. То есть вы берете ответственность за последствия, а не за причины. Вы вините себя в том, что вы изменяете муж. Хорошо. Хорошо. Вы вините себя, вы готовы себя загрызть, убить и так далее. Это понятно. Но что вы сделали для того, чтобы не изменять своему мужу? Чтобы честно и откровенно себе сказать, я сделала все, что от меня зависит. Я сделала все, что могла. Что вы сделали? Вы говорили мужу, что вы неудовлетворили? Вы разговариваете с ним о сексе, вы говорите ему о своих желаниях, он говорит вам о своих. Пытаетесь ли вы как-то разнообразить свою интимную жизнь? Вот какие вопросы нужно ответить. И вот в чем ответственность вам желательно на себя брать. За организацию интимной жизни с вашим мужем. И вот тогда, когда вы будете стараться, и вы будете видеть, как мужчины к этому относятся, и если его отношение будет неудовлетворительным, вот тогда вы чувствуете испытывать не будете. Потому что не то, что вам испытывать ее. А пока что, пока что, чувствуете продиктовано тем, что вы, видимо, недостаточно вторались для того, чтобы именно с мужем наладить свои отношения. Интимность. И здесь, я думаю, все опять-таки убирается в ваше желание. То есть, вы, наверное, не хотите на подсознательном уровне того, чтобы интимные отношения с мужем пришли в норму. Потому что тогда это лишит вас некого экстрима, некой запретности, некого адреналина, и так далее. И это говорит о том, что ваша жизнь слишком скучна и рафинирована. И тогда можно говорить о том, чтобы привносить в вашу жизнь разнообразие, разнообразие, спонтанность, какие-то непривычные моменты, элементы. То есть, сделать вашу жизнь именно с мужем, интересной. и вот ответственность за это лечит нас на вас. И если вы будете все это делать, то вы либо перестанете менять, потому что пропадет потребность в этом, либо проблосит это дело. Но почему проблосит? Потому что так бывает, что люди не подходят друг к другу по температурам. Вот у одного человека темперамент такой, что ему мало одного мужчины. Вот, мало женщин одного мужчины. Так бывает. И что? Не получать удовольствие? Не быть удовлетворенным? Мы уже говорили о причинах этого. И что эти причины не будут позитивными. И вы принимаете человека таким, как он есть. Вы принимаете своего мужа таким, какой он есть. Вы не даете ему претензий, вы не ругаетесь к ним, вы не пытаетесь его поменять, поменять. Но и ваши желания, они тоже достойны того, чтобы быть удовлетворенным. И о них забывать нельзя. Другое дело, и этот момент очень важен, почему вы с мужем до сих пор вместе? почему вы не предъявляете к нему претензий? Почему вы не пытаетесь его поменять? Почему вы не пытаетесь сделать его лучше? Быть может, вы боитесь, что не встретите такого человека еще? Если это так, тогда имеет место быть страх. Страх перед одиночеством, перед неопределенностью в будущем, имеет место быть потребности. Потребность как в стабильности, так и в удовольствии. Эта потребность раскрывалась у вас особенно до замущества, когда с одним человеком вы были по одним причинам, а с другим по другим. И вы с ними расстались обоим, и это правильно? Но сейчас вам нужно определить для себя, почему вы с мужем вместе, что держит вас с ним. Если потребность в чем-то, то эту потребность нужно удовлетворить вам саму, чтобы не быть от него зависимым, в этом, чтобы освободиться, чтобы свободно проявлять себя, свободно воле изъявлять свои желания, свои потребности, чтобы свободно делать человека счастливым. Вероятно, ваши отношения были неуспешными, и вы устали ждать своего принципа потому, что мужчины выбирают исходя из своих потребностей, а не из потребностей мужчин надо выбирать, а из внутреннего идеала или внешнего идеала мужчины, доверяя своим чувствам, доверяя своим желаниям, а потребностей, то есть нужду надо бы удовлетворять самостоятельно, то есть стабильность обеспеченности, работа, удовольствие, свободное общение с мужчинами, активная половая жизнь и прочее. когда вы удовлетворяете все свои потребности, вы свободно выбираете себе спутника жизни. Такой свободный выбор во-первых обеспечивает искренность, во-вторых уверенность в себе и в-третьих разноправие. То есть вы оба знаете, если вам что-то не понравится, вы будете иметь полное право уйти. И возможно вам стоит проработать еще эту сферу, этот момент. И наконец последнее, что мне хочется сказать, это то, что измерно вообще-то говоря обсуждается обществу как ну противоправное действие, но обществу не волнует тот, чего хочет отдельный человек. Общество всегда защищает только свои интересы. И измена обществе называются измена именно потому, что она влияет на общество, деструктивно, а обществу, как человеческое образование, обладает теми же самыми инстинктами, что и человек. инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения урока. И в данном случае работает общественный инстинкт самосохранения. Еще раз повторю, понимаете как? Вам нужно слушать свои задания. Если вы не получаете того, чего хотите, то никто вам этого не даст, кроме вас а вот если бы вы и с мудем получали удовольствие на высшем уровне, и с другим мужчиной, а почему бы и нет, давай-ка я с ним перестаю. Вот это было бы измен. И вот это было бы развратом. А вы лишь только берете то, что вам нуит. Да, не совсем привычным путем. Другого выбора у вас нет. А способы как все-таки направить свою энергию и потребности в привычную русу, я вам рассказал. Если будут вопросы, пишите, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. поможем. Спасибо. Продолжение следует...